Тамара, поговорим уже в другой раз. У меня осталось немного времени, я хочу уделить тем самым детским мозгам. Понимаете в чем дело? И меня вот это удивило, я прикалывался как, у меня был момент, помирать не собирался, но мы стояли в длинной очереди именно в больнице. Скукотища дикая, стоит 20-30 человек, это кто рядом, а очередь чего больше. Ну у нас же оптимизация произошла, кто-то решил, что зачем там один врач на тысячу человек, пусть на весь город будет один. И вот я стою, вот я этим закончу. Мне скусен, я вряд, и вдруг кто-то, Валерий Константинович, и началось. А вы мне скажите, виды на урожай, аж как повредили эти самые. Ну я же там 600 коротеньких передач за два года, по телевидению проверите, нет 600. 600. Ну и тогда все меня знали, сейчас уже не все, но помнят. Кто про это спросил, кто про то. Вот. А я устал уже от этих разговоров, я уже лекцию читаю, читаю. А нам стоят часами, понимаете? Вот. Куда-нибудь там на процедуру, что-нибудь там просветить. И тогда я думаю, сейчас я попрекал вас буду. Рассказал, все, устал. Я говорю, давайте так, я рассказываю анекдот. Анекдот такой. Мне надо было набрать статистику. Значит, это очень важно. Для меня важно. Для школы, чтобы дети не повторялись, не были такие, как мы. Ну, например, рассказываю анекдот. Значит, поймал рыбак, рыбку, золотую. Вот. Значит. А он не простой рыбак, он миллиардер, олигарх. Поймал, взял на руку, посмотрел. Костистая. И вдруг рыбка заговорила про три желания. Он тогда, а он же размахнулся. Потом посмотрел. Три желания. Рыбки говорит. Ну, хорошо, загадывай. И жду, что сейчас будет дружный смех. Тишина. Меня это смутило. Думаю, или я что-то не понимаю, или действительно это. Люди не понимают. Я на второй день опять рассказывал. Но там уже другие люди. И уже другой кабинет. Опять толпа стоит. Так же Константинович, расскажи там это, виды на урожай. А я потом опять. Рассказывает тишина. Кто-то хихикнул один. Дошло. Что это олигарх попросил ее. Что бы она ему загадала. Что бы она ему загадала. Что бы она. Что рыбке-то надо. Он же олигарх. Миллиардер. Вот. И в общем в таком духе. Потом, значит, я взялся за загадки. Моя любимая загадка. И опять народ. Я говорю, ой, знаете, а теперь. А я же как овладел вниманием, да. Вот. А еще стоять и стоять. Сколько тысячи. Я говорю, давайте отгадайте это самое. Представьте себе такую картину. Из пункта А, пункта Б. Вышел поезд. Представьте себе, что вы машинист этого поезда. Разогнались до 100 километров в час. Потом слизили скорость до 50. Потом до 60 подняли. Вот. Вот. Попробуйте. Сосчитайте. Сколько машинистов лет. И тишина. И все загрустили. И чувствую себя неловко. Вот. Значит. Понять, как это называется. В чем прикол-то? Что если тебе 30 лет, ты машинист, значит, тебе и тебя есть 30 лет. А кому 60, то должен сказать 60. Не один. Вы представляете? И тогда я понял, детей это надо. Когда мне это все. Все эти. Надоело детей это надо учить по-другому. Совершенно по-другому. У Энгельса понятно. Рукоделие, рукоделие, рукоделие. Руки работают, мозги развиваются. В прямом смысле. Даже от механической работы. Мозги развиваются. Прямая связь. Ну, Энгельс знает, а современные эти не знают. У нас же отменили Энгельс. В школе много это? Хоть один раз слово Энгельс произнесли? Нет. Хотя бы раз. Один из мудрейших людей на планете. Он знает связь между рукоделием и мозгами. И вот тогда все бы по-другому. Вот тогда бы девочки выходили. Вы представляете? Научиться зашивать рану. Накладывать шину. Это самое. Остановить кровь. Люди умирали от того, что это самое. Артезианская кровь, она же фонтана. А это должны знать. Вот. Еще много чего надо даже знать. Девочки своем, мальчики своем. Почему нельзя в школе это? Учиться вынашивать детей. Пеленками, как правильно, пеленки. Обойдутся уже без этих. Чтобы, не дай бог, мальчикам эти самые подгузники не сували. Потому что с этого момента с них начинают уже даже не девочки получаться. Когда полуорганы прижаты к телу. Вот так вот. Вот видите, сколько всего. Отдельно будет. У меня и этот такой есть. Сейчас у меня осталось еще несколько минут. Найду, не найду. Сейчас. И все. Почему до сих пор мы с вами об этом не говорили? А? Вот скажите, почему? Потому что вас, боюсь. В следующем, после этого, в следующем вебинаре, придет, записывается, или как там. Ключит, в следующий понедельник, пять человек. Кто об этом знает, то, что Ломоносов писал? Еще один гений наш. Кто об этом знает? Об этом кто знает? Что у него уже эти миллиграммы, уже в возрасте, в детстве есть. В 19 веке жил этот Фрейд. И до сих пор никто не знает. Слово Фрейд незнакомо. Это что за школа такая? И вот это. Спасибо, Александр Николаевич. И вот это. Современные люди. Колесо своего автомобиля поменять не могут. Ящницу поджарить не могут. Но это еще ладно. Голодный он все равно что-нибудь дожарит. Пусть сожгет. Грабители до этот пор не могут. Что будет, если компьютер отключится? Это я все собирал. До кучи. Уже просто. И в общем, я не знаю, в самом деле, что со всем этим делать. Девочки должны развиваться. Как у мальчиков. Им ум нужен. Мальчиков надежды нет. А это физические упражнения. Физические-физические. И тогда будет развиваться левая полная мозга. Мальчиками не станут. Но умнее станут. Священник поставил под сомнение необходимое школьное образование для девочек. Ну, это, конечно, крайность. Вот величайшая глупость. Когда вот это. Жалко. Я сейчас не могу про это говорить. Это захотелось мне вот это. Помечтать. Я мечтаю. Только говорить все не будем. Все собрал. Вот смотрите. Ой, я же хотел отдельно про это говорить. Вот это гей. Вот это гей. А вот это наоборот. Сильный мужчина. Благодаря юбке. Только когда, говорят, мужчина надевает юбки, под этим презрение скрывается. А на самом-то деле все не так. Функции литеративной, нервной, сердечно-сосудистой системы мужчины синтезируются преимущества яичками. Что же вы яички-то парите, а? Я имею в виду тех, кто должен детям объяснить. Это не я. Этот идиотизм, который это преподает детям. Самый главный идиотизм. Как девочки умные станут. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Это все они, это самое. Ну, это пройдет, скажем, этого. Ага. Вот. Советские учебники. Если бы действительно толком бы учили. Нет, учили, как садить, наверное, смерть. А Галина Чернова, мы никогда не поймем друг друга. Это мой вывод. Это про школу. Опять. А вот самое главное. То, что должны знать женщины. А что они знают? Они доходят, как сейчас, морозы в этом, в Капроне. И не знают, что их ждет. Омертвлениях жирового слоя. Вот. Женские болезни. И тот самый этот. Целлюлит, которого они не боятся, пока у них нету. Изба потом от целлюлита, когда это мертвый жир. Будем проходить, надо. Будем это и не будем, а, девочки? Если про это не в школе, нигде. Ладно. Мое время истекло. Как я сразу говорю, не буду. Еще в начале вебинара думаю. Все, пропущу. Пропущу. Перестань меня слушать. Десятый раз в жизни мне сказали. Мы хотим слушать только с удовольствием. Остальные сотни молчат. Посмотрим. Так, ну что, ребята. Благодарю этих людей за ракеты, за атомную бомбу. Вот. Они свое заслужили. Смеяться над ними нельзя. Просто сама система идиотская. Устроили пытку. Иначе возле кормушки не будешь. Если не будешь вот тут вот торчать. Это же издевательство какое-то. Вот и дали повод. Ладно, проехали. Так, на чем мы остановились? Мы сейчас с вами переходим вот сюда. После чего я делаю 5-минутный перерыв. Чтобы вы от меня отдохнули. Раз. И чтобы вы могли попить чаю. И настроиться на то, что еще будет еще не все сказано. Туда. После чего я делаю 5-минутный перерыв. Чтобы вы от меня отдохнули. Раз. Так, все. Выключаем это. Все, я на кухню. Объvagantly. All right. Все, что я делаю. Советсия.